Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать коллекцию своих парфюмов. Парфюмы будут не только женские, но и мужские. Для удобства в разделе описания я укажу полный список продуктов, которые я показываю в этом видео, а также привязку ко времени, чтобы вы могли точно посмотреть то, что именно вам будет интересно. Значит, начнем мы с женских парфюмов. И начнем мы с первого аромата, который называется Cocktails in the City от Reflame. Как видите, флакончик довольно-таки молодежный. В этой серии присутствует еще два аромата. По-моему, там желтый флакончик был и зеленый. Я предпочла розовый. Ну, во-первых, мне понравился цвет флакончика. Во-вторых, по описанию, так как говорится, что это цветочный, более цветочно-фруктовый аромат, поэтому я выбрала именно его. И вы знаете, что я с запахом осталась не разочарована. Запах напоминает мне более ноты малины, смородины и какие-то такие кедровые ноты здесь присутствуют. Ну, действительно, такой я бы назвала это дерзкий аромат для юных леди. Ну, действительно, очень такой продвинутый флакончик, я бы сказала, и довольно-таки интересный запах. Держится, кстати, он довольно-таки стойко, и вообще все парфюмы, которые я вам покажу в этом видео, они действительно держатся от 3 и до 8 часов именно вот так более стойко. Но есть даже исключение то, что есть запахи, которые я вам покажу, что на утро ты просыпаешься, и все равно запах есть. Так как я зачастую просто духи наношу на вот эту часть волос, поэтому они меня держатся очень долго, и поэтому они еще более стойкие. Второй аромат, который я вам покажу, это будет парфюмированная водичка. Вот такая от Ariflame Giordani White Gold. Эта водичка мой фаворит уже лет, наверное, 5-6, если не больше. Во-первых, очень изысканный флакон, женственный, такой, ну, как действительно утонченная фигура женщины. Во-вторых, благодаря тому, что в состав этой парфюмированной водички входит более 10% эфирных масел, она действительно из-за этого очень стойкая. Вот что могу сказать по поводу запаха. Запах здесь просто божественный. Вы знаете, когда вдыхаешь этот аромат, перед глазами как будто появляется образ такой роскошной женщины, красивой, которая умеет наслаждаться жизнью, которая ценит все самое такое красивое, самое нарядное, самое изысканное. Как будто вот она такая вся красивая, с длинными волосами, с такой нежной кожей, но очень-очень такой приятный аромат. И действительно, он у меня самый-самый любимый. И я даже не знаю, когда я смогу его поменять на что-то более другое. Следующий аромат, который я вам покажу, называется Naturale от Yves Roche. Эта туалетная водичка, она напоминает мне как будто запах весны, запах такой какой-то травяной свежести, весны, даже возможно и летом, первых вот этих цветов весенних. То есть здесь все как-то переплетается, вроде бы и летний аромат, вроде бы и весенний. Ну вот мне кажется, что этот запах, он как будто предназначен соблазнят, потому что он именно завораживает своим приятным таким легким-легким ароматом. Повторюсь, что аромат сам по себе довольно-таки стойкий, но если взять честно, то аромат это, конечно, не мой. То есть, конечно, все весенний, отличный такой беззаботный запах, но все же это не для меня. Я более люблю такие запахи, какие-то более восточные, пряности. А этот, он идет более такой цитрусовый, более такой свежий, но довольно-таки очень неплохой. Кстати, кто раньше пользовался косметикой Фаберлик, он этот аромат очень сильно напоминает туалетную водичку Донна Феличи. Это такой оранжевый флакончик был, и он там присутствовал запах очень сильно, по-моему, то ли грейпфрута, то ли апельсина, уже точно не помню. И вот что-то где-то эти запахи с теми духами переплетаются. Дальше, что я вам покажу, это будет туалетная водичка Full Speed от Avon. Это уже мужская серия идет. Как видите, флакон просто обалденнейший. Мне, если честно, чем-то флакончик напоминает какую-то такую спортивную гоночную машину. И вот даже по запаху, вы знаете, что именно вот когда вдыхаешь этот аромат, представление какого-то такого мужчины, который гонится на такой сумасшедшей скорости, на каком-то прикольном мотоцикле, я не знаю, или на какой-то машине. Вот именно вот такие чувства меня вызывает этот запах. Кстати, флакончик очень такой надежный. Вот это стекло, оно очень сильно, скажем так, стойкое к ударам, и очень легко перевозить такие духи в каких-то дорожных путешествиях. Легко умещается в руке, довольно-таки очень удобная упаковочка. Запах действительно очень-очень крутой. Кстати, из этой серии там есть еще шариковый десторант и гель для душа. Но у мужа осталась только туалетная вода, ее очень надолго хватает. Муж почти пользуется ей каждый день, но не последнее время. И как видите, здесь над ней еще немножко осталось. И эту туалетную воду я ему покупала где-то года полтора или два назад, представляете? То есть, ну, он у меня не то что экономный, он пользуется хорошо, но его надолго хватает. И он очень-очень стойкий. Следующее, что я вам покажу, это туалетная водичка Амазония Торифлейм. Вот такой небольшой флакончик. Опять-таки, начнем с запаха. Запах, как будто мне напоминает какой-то тропический лес. Но, в принципе, не зря оно называется Амазония. Вот напоминает как будто дождь в тропическом лесу. Вот у меня такая ассоциация. Если взять по мнению мужа, то ему эта туалетная вода не понравилась вообще. Вот как видите, он почти ей и не пользуется. Эта туалетная водичка мне пришла в подарок при заказе, ну, Арифлейм. И поэтому я ее именно приобрела. Но со вкусом не угадала. В принципе, я запах даже и не нюхала, только по описанию читала. В общем, если честно, муж сказал, что она ему очень воняет. И он ей пользоваться не очень сильно хочет. Поэтому, в общем, флакончик стоит вот так долго. Но иногда, конечно, он ее использует, когда я его попрошу. И последнее, что я вам хочу показать. Опять-таки, это будет от Арифлейм. Вот такая туалетная вода Deep Impact. Как видите, здесь уже идет без дозатора. Здесь идет просто, открывается оно в таком виде крышечки. Скажу честно, это самый-самый, наверное, удачный запах, который подходит моему мужу. Самый удачный. Потому что, скажем так, он идеальный. Он просто идеальный. Он ему настолько подходит, как будто он родился с этим ароматом. Если честно, когда я заказала эту туалетную водичку, меня очень сильно разочаровало то, что здесь открывается вот так крышечка. Я лично не использую такие духи или туалетные воды. И себе не покупаю, если нужно вот так набирать пальчиками. Там где-то себе распылять самостоятельно. Но муж сказал, что это даже хорошо. Потому что ты себе набираешь определенное количество, сколько тебе надо. И наносишь туда, куда надо. Ну, если ему понравилось, я только, в принципе, довольна. Кстати, если взять из этой серии, тоже есть еще гей для душа и шариковый дезодорант. Но он, в принципе, сказал, что ему это покупать не надо. Потому что ему почему-то Акс, именно гей для душа и вот эти спреи дезодоранты понравились больше, нежели этот. А вот парфюм ему очень сильно понравился. И если взять, я, по-моему, уже третью или четвертую баночку такую покупаю в Арифлэме. Кстати, здесь емкость 115 мл. В каталоге эта банка вообще вот так выглядит большой. И я, когда покупала, я не присмотрелась, то, что здесь маленький миллиметраж. Правильно я сказала? Вроде бы правильно. И поэтому, когда пришла мне вот эта маленькая баночка, то, конечно, я была, опять-таки, немножко разочарована. Но ее реально надолго хватает. Вот именно вот эта баночка, вот эта у мужа где-то, опять-таки, где-то полтора года точно есть. И там еще немножечко присутствует. Вот и все. Коллекция парфюмов закончилась. Я надеюсь, что вам было интересно услышать. И у меня будет вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какими духами вы пользуетесь, какими туалетными водами. И какие для вас есть фавориты, любимчики. Возможно, вы недавно и для себя открыли. Или, опять-таки, как я, пользуетесь просто годами. Мне кажется, что зрителям этого видео будет интересно почитать ваши комментарии. Как всегда скажу, что если видео понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, скоро увидимся в новых видео. Пока-пока!